Но в среднем Центральная Азия нагревается быстрее других регионов мира. Мы продолжаем тему воды. Такие данные приводят эксперты Всемирного банка. Этот процесс ускоряет таяние ледников. Важный источник воды для сельского хозяйства и производства энергии. Исследователи отмечают, подобные изменения будут влиять на испарение и спрос на воду. Отвечать на эти вызовы сложно. Возможно, реки в регионе пересекают государственные границы, а водохранилища охватывают несколько стран. К нам присоединяется наша коллега, международный обозреватель Жанна Хусаинова. Жанна, доброе утро. Вопрос. В каких странах Центральной Азии назрела проблема дефицита воды, так же и как у нас? Доброе утро, коллеги. Все страны Центральной Азии сталкиваются с проблемой дефицита воды, однако в разной степени. И Казахстан, к сожалению, не исключение. Мы являемся водозависимым государством и всего лишь чуть более 2,5% территории покрыто водой. А почти половина водных ресурсов к нам поступает из соседних стран. Поэтому вопрос использования трансграничных рек является жизненно важным. Все подробности в обзоре. Особо острый вопрос дефицита воды стоит в Жамбулской области. В прошлом году в августе местные аграрии испытали нехватку ресурса. Тогда Кыргызстан прекратил подачу проливной воды в регион. Для решения вопроса уже в этом году президент Кыргызстана Сады Ржапаров предложил построить бассейны Декадова и суточного регулирования. Именно в них планируется собирать талую воду, которую будут использовать местные фермеры предстоящей весной. Проточная же вода должна будет идти соседям. Мы стремимся к тому, чтобы бесполезно стекающую зимой воду использовать с пользой. Так, чтобы потом не было споров. Мы будем давать соседям столько воды, сколько им нужно. В Чуйской долине примерно от 141 километр канал является в земляном русле. И вот если его восстановить, то я думаю, что от истока водозабора до наших соседей, оно будет доходить процентов 80. То есть вода будет доходить. Инициатива облегчит ситуацию с водой и в Узбекистане. Лишь пятая часть водных ресурсов формируется внутри страны. Остальная поступает с территории соседей. Специалисты предупреждают, уже к концу десятилетия дефицит этого жизненно важного ресурса может составить 15 миллиардов кубометров. 90% водных ресурсов в стране расходуется на сельское хозяйство. Например, на орошение одного гектара хлопкового поля тратят 10-11 тысяч кубометров воды в год. Тогда как в странах со схожим климатом и почвой в 2-3 раза меньше. Кроме того, Узбекистан рискует столкнуться с серьезной нехваткой воды. Речь идет о канале Коштепана Амударье, строительством которого занимаются талибы. Из-за многолетних войн система водоснабжения Афганистана вышла из строя. Поэтому строительство канала и в целом развитие ирригационной системы имеет большое значение для страны. Однако это может негативно отразиться на Узбекистане, а возможно и на других государствах Центральной Азии. Предполагается, что после запуска канал будет забирать примерно шестую часть стока Амударьи. Специалистов беспокоят, что дно и берега канала не укрепляют и не облицовывают, из-за чего большая часть воды будет попросту теряться. Еще одной проблемой является, конечно же, строительство североафганского канала. Потому что если этот канал заработает на всю проектируемую мощность, то это означает, что резко снизятся стоки Амударьи. И нижняя часть Амударьи, то есть это Бухарская, Харезамская области, Узбекистан, Республика Кыркорстан, восточные регионы Туркменистана будут испытывать острейшие проблемы в части обеспечения водными ресурсами. Поэтому, разумеется, сегодня стоит самым, очень остро стоит вопрос, связанный с водными ресурсами. В заключении рассмотрим проблему глобально. Данные World Resources Institute показывают, что 25 стран в настоящее время ежегодно испытывают чрезвычайно высокий дефицит воды. Это означает, что они используют больше 80% возобновляемых источников для орошения животноводства, промышленности и бытовых нужд. В совокупности в этих государствах проживает четверть населения Земли. Первое место в списке занимает Бахрейн, второе у Кипра, а тройку замыкает Кувейт. Узбекистан, кстати, расположился на 34 месте, а Казахстан на 58. Наша страна вошла в категорию стран с умеренно высоким водным стрессом. Такие государства используют до 40% своих водных запасов. Наиболее пострадавшими регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка. Там 83% населения испытывают особенно острый дефицит воды. Ожидается, что к 2050 году проблема коснется каждого жителя регионов. Коллеги, по прогнозам экспертов, в середине века нехватка воды составит 70 триллионов долларов. Только представляете, какие цифры. У меня, кстати, вопрос к вам. Вы уже задавали вопрос моей коллеге Гульдани. Как вы экономите воду? Аналогично. Но когда я чищу зубы, у меня не только кран выключен, у меня на всю процедуру в стаканчике воды есть определенный объем воды. Хороший лайфхак. По-моему, большая часть взрослого населения страны экономит воду. Она знает цену каждой капли живительной влаги. Важнейшего ресурса. Это, по-моему, молодежь только не умеет экономить воду, а в большинстве своем люди все-таки экономичные. Не согласна. Не согласна с вами. Спасибо, Жанна. Этот спор мы продолжим уже за кадром. Это была Жанна Хусаинова в рубрике «Контур мира».